Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вещи вроде как все собраны, остаются считанные минуты до приезда в Питер И впереди тоже ждет все самое интересное Сумки наготовы, все такие примерные, сидят прямо ровненько так Скорее уставшие после дороги Ну что, я в Петербурге, наконец-то я приехала Выгрузили все вещи Слева как раз мой поезд На вокзале я здесь еще никогда не была Поэтому буду разбираться, куда нужно здесь идти Так вот, рассказываю, куда я еду Я еду в общежитие СПВГУ заселяться Сегодня у меня будет заселение А находятся они за городом в Петергофе Это где-то два часа туда надо добираться Я еще там никогда не была Знаю адрес, знаю маршрут, как ехать А такси до туда стоит 1600 рублей Слишком расточительно для одного человека Если я когда-нибудь буду отсюда уезжать, то я поеду только на такси Подошла к карте метро В общем, сейчас я нахожусь на площади Восстания, Московский вокзал Мне нужно добраться до Балтийской, Балтийский вокзал Это у нас красная веска Что получается, сколько станций? Раз, два, три, четыре станции Ну я в здании вокзала, но я пока, честно говоря, не понимаю, куда мне идти Такая огромная карта висит схемы движения поездов дальнего следования И у народу, конечно, вообще много Но надо привыкать к этой движухе Теперь так будет всегда Так Есть как спускаться, все, буду сейчас спускаться Мужчина помог спустить чемодан Благодарочка Это оказалось сложнее, чем я думала Пыталась платить телефоном бесконтактным Раньше всегда этим делала Оно не проходит Я задерживаю очередь Не могу найти кошелек Господи, наконец-то нашла этот кошелек, чтобы карты оплатить Я уже просто как рак жарстный вся просто схватила Не так я себе представляла спуск в метро Пришлось, блин, потаскать себя, помучаться Блин, это только начало Сегодня, наверное, вечером приду в общагу Просто упаду на кровать и все Перед посадкой в вагон Метро Мне здесь тоже женщину помогли спустить Не мужчины, а женщины Я думала, у меня сейчас там все переломается Это мультиварка Вот она, с левой стороны, Балтийская Все Все Ребята, я дошла до этого вокзала Доехала, доползла Сейчас я буду покупать билет на электричку Вот На этих автоматах Я уже покупала как-то раз, поэтому, думаю, никаких проблем не возникнет Вот такой вот вокзал Здесь только пригородные поезда, то есть по области Приближайшая Так Станцию назначения Так У меня будет Старый Петергоф Так Полный Сегодня Старый Петергоф Все, вроде правильно Все Оплачиваем Билет у меня на руках Еду я до Старого Петергофа Собственно, вот такой вокзал Здесь управляется Здесь я в тенечек встала Вот Откуда я выходила Мне осталось ждать электричку где-то 25 минут Упарилась Сегодня еще тридцатка Как раз Отсутствие контраста Из 35 В 30 Так Вот Она моя электричка На первом пути Идем Сейчас отдыхала в тени с родителями пообщалась Рассказала им свои приключения Как я в метро это все таскала Как мне люди помогали Да, огромное спасибо петербуржцам Если б не они Я не знаю, как я бы тащила эти чемоданы По этим лестницам Вот она электричка Не знаю, в нее уже можно садиться или нет Все Вышла я с электрички У меня тоже молодой человек помог Я попросила Так Смотрим куда дальше идти У меня пересадка в толп Все о чем я думала Пока я ехала на этой электричке Это как бы У меня мой чемодан не упал Со всеми моими ценностями Чтоб ничего не сломать И знаете Я вот сейчас поняла Прелести жизни с родителями Или Прелести жизни сельской местности Когда все близко А тут блин Приходится в такие перди тащиться Ира, ничего Вот она у нас остановка Главное сейчас еще туда куда надо сесть Здесь я буду частенько ездить В моей голове немножко так Пошутнулась Она вообще стоит того Имея уже высшее образование Ехать Получать еще одно Которое Ну в принципе да И не нужно по факту Чего ж меня сюда потянуло-то? Чего ж мне не жилось там В Краснодарском крае? Чего ж мне Приключения-то нужны были? Вот сегодня я прям На своей шкуре Прочувствовала Вот эти вот Приключения Смотрите Смотрите Подъедет примерно Наверное такой автобус И я еще должна туда как-то Затащить все Чтобы вы понимали Я сама практически не могу Эти чемоданы поднять Я просто боюсь, что там все разобьется Оно уже столько раз у меня мотыляло Это была не та остановка Дислоцируемся в другое место Вот впереди Это она И вроде бы я ищу 210 На 10-й На 204-й автобус Сейчас главное Не туда не уехать Какие-то автобусы ходят Питер, почему ты меня так жарко встречаешь? Вот я бы сейчас была благодарна Прохладной погоде Ну, конечно, не дождю Но хотя бы Блин, не плюс 30-ти же, а? Сказали, что здесь ходит автобус Здесь 15 минут Расстояние между ними Промежуток, вернее Все, сразу говорю Если я когда-нибудь буду отсюда уезжать То я поеду только на такси Потому что я больше вот этого всего переносить не хочу Это ад А если бы была дождливая погода Я бы вообще вся уханькалась бы вот эта таска Ну, с другой стороны, мне даже может быть и повезло Короче, вот вы сейчас прочувствуете В каких пердях находятся эти общаги Все, что я сейчас хочу Это только воды Даже не прилечь Может, даже не в душ Плохо воды, чтобы удалить жажду Мои родители, наверное, сейчас смотрят это видео И просто в шоке С того, куда дочка их подалась Через что приходится проходить Ну что, вот и оно Они, общаги Пункт Вот так вот выглядит разовый пропуск Потом его надо будет переоформлять Ну все, я на территории Двигаемся к моему общежитию В пути меня застал список на поселение в общежитии Так переживательно То, что интересно все-таки Куда я попаду Ну, 80% Что это Загород Петергоф И 20% Что это в городе Тринадцатое Это загородом Свой душ, туалет, но кухня на этаже Вот оно Схема Мне интересна моя реакция Впервые на здании, в котором я буду жить Если это оно, то оно выглядит круто Вот которое справа прямо, это оно, нет? Получается дни заселения с 25-го по 31-го Можно заехать еще после 1-го сентября Но так как я учусь на бюджет На бюджете у меня есть и даты Ну и как-то странно, мне кажется, приезжать в ВУЗ после 1-го числа А вот и 13-е Все в ремонтных лесах Такие здания И я внутри Сейчас я пропускаю Скорее всего сейчас здесь зиму оформлятку Но я не уверена Я сейчас просто ужасно выгляжу Но после таких испытаний Я по-другому не могу выглядеть Ну что, я заселилась Это коридор Идем до моего блока и до моей комнаты Так, у меня 206-я 206-й блок Заходим, здесь у нас две комнаты 206-я 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 У меня 206-я На два человека Сказали, что мне повезло Второй этаж с самым последним ремонтировали Поэтому, блин, здесь офигенная мебель Здесь хороший ремонт Вот такой вот у меня вид из окна будет На ДК Местные называют его Шайба Потому что он имеет вот такую форму И здесь же площадка Спортивная Сейчас я открыла окно Надо будет еще это открыть окно, чтобы все проветрилось Выбрала я себе вот это вот место Мне нравится, когда Мне нравится, когда светло в комнате Собственно, я получила все принадлежности Все под роспись Тут полотенце, подушка, покрывало, одеяло Полотенце и покрывало, одеяло, наволочки Они все стираются, когда ты сдаешь его В общаге вообще стираются То есть не нужно самому за свои деньги идти стирать А вся своя одежда, она естественно стирается За твои деньги в прачечной Либо ручками, ручками Я очень переживала, что мне что-то такое страшное попадется Я как раз хотела двушку И вуаля! Здесь у нас есть свое зеркало Уставшая Ксюша Все здесь уберем Пыль вытерем Будет прекрасно Шкафчик Одна половина будет моей А вторая Соседки Если она будет Так, у нас это Блоковое общежитие 13-е И здесь я свой душ, свой туалет На, да, две комнаты Вот это у нас Душ С раковиной И Тоже очень хорошо Новая плиточка Все замечательно Конечно, здесь не хватает полочек Но я думаю, это поправим В принципе, все принадлежности можно и в комнате хранить Так, собственно, такой у нас коридор Одежду Одежду буду вешать Здесь есть тоже Тумбочка для обуви, я думаю И туалет Ну, слушайте, все более чем прилично Потому что я представляла, что будет страшнее Провели инструктаж Собственно, что можно, что нельзя в общежитии Оформили договор Ну и все Насчет воды Говорят, что все ее здесь покупают Доставкой Либо Покупают фильтры Я, скорее всего, наверное, даже куплю фильтры Потому что таскать воду Пятилитровками Или заказывать по 20 литров Мне кажется, ну Не очень удобно Ребята, как я устала с дороги Просто вообще Кухня Здесь у нас одна кухня И сказали, вроде все Есть холодильник Все пользуются этим холодильником Плита, вроде бы, это не работает Да, я забыла Ни одна кухня Кухня еще есть напротив Но она сейчас закрыта Есть, собственно Микроволновка Чайник Вот такое место Но, как говорится, у кого есть мультиварки Это короли общаги У меня есть мультиварка Я ее привезла Вы хоть представляете, какой это улет После такой длинной дороги Сходить в душ Я просто чувствую себя другим человеком Кстати, пугали насчет воды Это вроде обычная вода Говорят, что она жесткая С какими-то примесями И после того, как ты моешься Якобы у тебя голова Грязнится на следующий день Не знаю, все это проверим Мне столько всего нужно покупать Просто там список длиннющий Потому что никакие шампуни Гели и всякие средства Я ничего не брала Потому что, извините, все на себе тащите Алло, о чем? До начала учебного года Мне нужно, конечно Во-первых, обжиться здесь Купить все необходимое Если будут соседки Познакомиться с соседками И понять, как мы будем жить дальше График дежурства и все такое Собственно, приспособиться вновь Готовить на моей мультиварке Я что, зря ее тащила Я знала, что она пригодится Ну и отдыхать Да, конечно, еще предстоит очень много исследовать здесь Вообще, хотя бы на территории Пунка Пунк это... Сейчас я неправильно скажу Петродворцовый Учебный Короче, комплекс Вот здесь будет правильное название Так что извиняйте, я только человек, который сюда заехал Ну что, собралась я А куда я собралась? Я пошла в магазин за продуктами Пойду исследовать ленту, беру свой рюкзачок Лента, говорят, мне близко Я ее, скорее всего, даже из окна вижу Последние лучи сегодняшнего дня В общем, я еще, конечно, все покажу Сделаю обзор Конечно, как без этого Но пока первые дни Нужно заняться другими вещами Прямо вот эти, видно, такие новенькие общаги А это еще отремонтировали Я никогда не была в этой студенческой движухе И, видимо, только к магистратуре я созрела До сих пор не верю Смотрите, сколько великов Это что, студенты на них катаются? Ну, да, явно Вот еще такие общежития есть По-моему, 14-е, 15-е Там, говорят, ремонт похуже Идем Вот, кстати, по-моему, я оттуда и приехала Ботаническая улица Не, вообще-то можно по правилам идти Там тротуары слева Но я же не знала, я пошла тут Тут даже домики дачные Очень красивые Говорят, есть где-то дырка в заборе Где пунковчане пролазят, чтоб короче и быстрее пройти в ленту Но, для начала, я думаю, надо пройти нормальными тропами Улица цветочная Колонки По факту, да, мы обходим общаги Потому что вот они, справа Такой кружочек Яблони Яблоки Класс Я себя здесь чувствую реально за городом В какой-то деревне В принципе, это не так далеко, такая прогулочка Но это в ту сторону, да, когда у тебя будут Уже за спиной продукты Наверное, да, это будет ощутимо Это лента Да, я ее и видела со своего окна Осталось перейти пешеходный переход и все Тоже такая дорога В общем, если по-хорошему, то КПП надо делать вот где-то здесь Чтобы напрямую можно было ходить в магазины Уважаемые покупатели Все, мы в ленте В общем, ситуация следующая У меня никогда не было карты ленты И я подошла сейчас на информационное табло Спросила, как мне ее оформить Сказали, можно все делать онлайн, через приложение И у вас будет как виртуальная карта Ну, собственно, чем я сейчас и займусь А потом уже Буду покупать продукты Потому что мне нужна скидка Это логично Взяла вот покатать И бип-бип-бип-бип Все, карта оформлена Сегодня я себе сделаю супчик горяченький Очень простенький Грибной и сырный Так что ищу Нужный мне сыр для супа Так Ну, я просто знаю уже, какой я беру Который хорошо растворяется А вот, кстати, они Вот такой карат Там в красном написано, что Для супа и соуса Какой-нибудь Такой возьму Такая картошка, не знаю Она стоит 24 рублей А мне на сюда Так что это у нас два Сколько у меня находитuppает? Мена Сколько у меня находитuppает? Как? Какое, 39 выбираю ножи сначала хотела взять вот этот вот стоимость но такая потом посоветовалась с мамой она горит не бери дорогие бери до 100 рублей вы такой брать что ли или такой грига на что в руке удобно сидел мне нужна тарелка для супа что вы думаете это все вообще одни салатники какие-то это все салатники салатники неглубокие тарелки в чем я суп что буду есть как бы сейчас уже не вариант куда-то в город ехать или я пришла сюда исследовать блин я ничего не могу ли тебе что из-за огромной кастрюли буду есть как думаете такой придет для каши круглые зерна возьму была сейчас там дегустация голодный студент попробовал но я вот что касается молочки то я уже здесь знаю моё любимое молоко пить и вот что касается молочки то я уже здесь знаю моё любимое молоко пить это вот это вот пескарёвская она очень мало хранится и она очень вкусно в магазине один студент ну ладно не один очень много студентов все берут типа знаете так оба са сосиски яйца бежали перри пыры я что-то тут прям пошла суп она готовит кашу на утро надо убрать в холодильник то что испортится короче это единственная полка простите друзья больше у меня молоко никуда не входит я вообще-то если что уже сходила в магазин которые на территории пункта и купила воду пока не купила доску делаю все исключительно на весу сырный суп с грибами он такой скорее даже постный но это мой первый вечер в общаге поэтому чушь тут какие изыски просто уже хочется скорее покушать или лечь у меня ноги гудят ну вы сами видели что сегодня было я просто как супер герой с этими чемоданами по городу все виды транспорта и сколесилась ну и до покупки посуды есть я буду суп с контейнера я не могу это просто так смешно это у всех так когда все приезжают сюда или нет я ничего не там не было посуды не было глубоких чашек ах я думаю завтра будет лучше и что ж тебе ксюша не жилось-то в краснодаре в своей квартире потянула на экстрим я сейчас очень хорошо так горячий супчик такой похлебать с дороги а